Дорогие друзья, мои товарищи, я хочу, чтобы вы сегодня каждый почувствовали, что вы наследники тысячелетней державы с уникальной героической историей. Вы наследники армии побед и армии народов. Хочу обратиться специально к молодежи, здесь сегодня она прибыла из многих регионов, что перед вами стоят как никогда исключительно ответственные задачи. Я напомню вам, что именно Россия молодая складывала нашу державу. Александру Невскому было всего 20 лет, когда он расколотил шведов, а в 22 года он проучил Ливонский орден на Чудском озере и показал, что русская правда сильнее их лжи и наглости. Дмитрию Донскому не было и 30, когда он собирал полки со всей Руси для того, чтобы дать бой с захватчиком на Куликовом поле. И с Куликовым поля мы вернулись в великой, крупнейшей централизованной державой. Ивану Грозному было всего 16, когда он лечался на царство, но за 10 лет к 25 годам он уже проложил дорогу по Волге, Каспии, Персии, Кавказу и открыл ворота для освоения Сибири. Он поставил свою ногу на Балтийское побережье, заявив, что это исконно русские земли. Петр Великий расколотил под Полтавой шведов и показал, что наша армия мощнее всех нашествий. Мы отбились не от одной антанты. Первая антанта была Крымскую войну, но мы ее тогда, к сожалению, проиграли. Тогда не услышали знаменитого мастера Левшу, который подковал английскую блоху и говорил, передайте царю, что англичане оружие кирпичом не чистят, иначе, не дай бог, война нечем будет стрелять. Не услышали и в русско-японскую войну, где каждый второй наш солдат не умел читать и писать, продули ее с треском и позором. И совершенно необоснованно втянули Россию первую империалистическую за деньги банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Еще раз хочу, чтобы вы почувствовали, что ровно сто лет назад, в этот день, восстал весь рабочий Петроград, требуя свержения монархии и установления народной власти. Тогда царь решил скрыться за штыками армии, но армия отказалась стрелять в рабочих. Тогда обратился к высшим генералам, они, кто клялся богу царе Отечеству, заявили, отрекайтесь, не справляйтесь, империя разваливается. И лишь приход партии большевиков, создание советской власти, формирование Красной Армии, по сути дела с нуля, ее довели до 5 миллионов и расколотили всю антанту 14 государств, выбросили ее со всей территории на съезде впервые, впервые в истории человечества мирно собрались и приняли решение жить в единой стране, но под красным флагом при советской власти, где будет править труд, справедливость и дружба народов. Впервые в истории за 5 тысяч лет поставили задачу, что правит не насилие, а правит справедливость, где правит не капитал, а где правит труд, и где главное не человек человеку волк, а человек человеку товарищ и брат. И эта великая держава за считанные годы создала уникальную науку, классное образование и армию, которая устояла перед самыми злобными силами империализма, которым был фашизм. Мы наследники Великой Красной Армии и у потрясающей советской эпохи. Кто бы вам ни лгал, что бы вам ни врали, вы запомните, из тысячелетней нашей истории, впервые во времена советской власти мы стали самой умной, самой сильной, самой храброй, самой победной, самой космической державой мира. Мы были сверхдержавой, и это название нам нарек Запад, а не мы сами. Когда было главным государство и справедливость, и труд, мы уверенно смотрели вперед. Но когда Горбачевы и Ельцины и вся эта свора предала труд и поставила впереди государство и дружбы, собственность, наживу, наглость и коррупцию, тогда все и посыпалось. Они погубили 70 тысяч предприятий, целые отрасли. Прорезали границы там, где на теле нашей страны их никогда не было. Мы это сегодня все осознали. Не только осознали это, осознала и эта власть. То, что мы сильные, умные и конкурентные в этом мире кроме себя никому не нужны. Мы не нужны были в форме Московского царства, Российской империи, Советской державы. Не нужны сегодня. Сегодня уже снова бандесвер окопался в Прибалтике. Сегодня нацисты и бандеровцы правят матери городов русских в Киеве и расстреливают братский Донбасс. Донбасс, который все вместе строили и поднимали. Сегодня террористы развязали бойню на Ближнем Востоке и угрожают еще недавно хваленной Европе. Мы должны понимать, что мы должны быть сильные и умные. Но без советов советской власти, народного самоуправства, самоправства настоящего невозможно решить эти проблемы. Я никого не пугаю, но вчера выступая в Думе, вчера отсчитывался Шойгу, надо отдать должное. Сделано немало для того, чтобы восстановить боеспособность нашей армии, которую Ельцин и Сердюхов гробили просто по всем статьям и направлениям. Но и все министры, которые патриотично настроены, и Лавровы, Шойгу, и Пучковы, и Колокольцев должны понимать, что пока этот финансово-экономический курс, мы не можем быть сильными. Этот курс обслуживает олигархию. Бюджет 13 триллионов не решает ни одной проблемы. Мы подготовили целый пакет законов, чтобы был бюджет 25 триллионов. Это был бы бюджет развития, где поддержали бы всех, кто хотел трудиться, учиться и жить в достойной стране. Не проголосовали. Мы проверяли и новый состав Думы. И что вы думаете? Внесли три закона. Внесли наши предложения по новому бюджету. Не голосуют. Проголосовали за бюджет и дальнейшей деградацией, где нет даже выполнения установки президента. На мировые темпы выйти плюс 3 процента. Все крутится вокруг нуля и одного процента. Мы внесли о детях войны, которым стыдно смотреть в глаза. У них Гитлер отнял детство. А нынешняя власть отнимает элементарную возможность выжить 12-13 тысяч максимум их пенсия. А на народ наваливают новые налоги и всякие цены, которые задушили практически простого человека. Ни один единый раз и за это не проголосовал, что является просто национальным позором. Мы внесли закон образования для всех, который дает право любому молодому человеку, вплоть до высшего, бесплатно получить образование и первое рабочее место. Ведь никто в мире не проводил модернизацию, не вкладывая 7% на науку и столько же на образование от расходной части бюджета. Ни опять не голосуют. Три важнейших закона, подготовленные народно-патриотическими силами во главе Компартии, не нашли этого решения, продолжают старый курс. У нас за спиной у каждого гражданина новая опасность. Она заключается в том, что российская олигархия оказалась непроизводительна, Кроме таскать и воровать средства за счет эксплуатации дикой природы и вывертывания карман граждан, никаких принципиальных решений не выносят, даже не хотят платить нормальный налог. Уже вынашивают идею на каждого поднять подоходный налог до 15%, а сами только деньги переправляют чужие банки. Вместе с ними объединяется и современная антисоветская жириновщина, которая сочится из всех каналов телевидения, и от которой скоро тошнитно будет всю страну, потому что антисоветизм льется такой дикой рекой, что перечеркивает все, что было самое знаменательное в жизни каждого, не только взрослого, но и молодого человека. И это еще дополняется злобной нацистской русофобией. Целые своры тех, кто заявляет, такая страна, как Россия, не нужна. Русские это не народ, а быдло. Мы лучше бы развалились по Кавказскому хребту, а там поставили Ельцин-Цент, медосказы от которого сочатся по всей стране. Сходите, гляньте на это убожище, на которое затратили 10 миллиардов. Этот домик выглядит больше, чем царский дворец. Все государи в гробу бы перевернулись, зная, что пьяницы и растриги нынешняя власть отгрохала такой, в кавычках, памятник. Даже Михалков возмутился, глядя на это безобразие. Вот это объединение трех этих сил, оно, собственно говоря, напоминает 91-й год. Нас не взяли ни Батыи, ни Наполеоны, ни Гитлеры. Нас расколотили антисоветизмом, русофобией и национализмом. В тройном флаконе это разнесло братскую Украину и привело ее к дикой трагедии. Мы должны быть не только бдительны, это требует масса объединения всех государственно-патриотических сил. Компартия предложила такую программу 10 шагов достойной жизни. Мы недавно провели встречу, где 60 партий и движений подписали общее соглашение выйти на выборы мощной командой, с единой программой, с тем, чтобы достойно выступить на выборах и в этом году, где треть страны будет участвовать и на президентских. У нас есть с вами великая история, державная, советская, патриотическая. У нас с вами есть великие победы, победы на фронтах, в космосе и в труде. У нас с вами есть политическая воля, которая дает возможность сплотиться всем самым талантливым силам, когда стране угрожают. Когда извне вас обложили санкциями и уже приперли, по сути дела, Белоруссии и Смоленщине. Когда внутри у вас сидит не только пятая, но уже и шестая колонна. Когда ваш бюджет не латает ни одной дыры и не поддерживает тех, кому тяжело и сложно. Когда вы не видите, что это олигархия и правительство затягивают пояса всем, кто честно трудится. Все на них навалили. И недвижимость, которая дорожает, и капремонт, и коммуналку. Сегодня мне водитель говорит, принесли супруге пенсию, прибавили 500 рублей. И тут же талон на горячую воду на 800 рублей притащили. Вот вся их прибавка, которая похожа на удавку. И вместе с тем олигархия жарует и продолжает вызывающий вести у себя в стране. Я вчера заявил на Думе, обращаясь к партии власть, и железный закон управления, он не зависит от цвета вашего партийного билета. Если корабль обложили с разных сторон, если требуется сплоченность команды и народа, Если вы настаиваете, чтобы они патриотично защищали державу, если вы требуете, чтобы подтягивали пояса, вы должны прежде всего отдать команду своему окружению. Оно у вас жрет три горла, выгоняет деньги за кордон, строит пятую, шестую яхту, а старики бедствуют. Молодежь ходит без работы. Средний бизнес занималась, задушили полностью. Деревню обескровили. И дальше, несмотря на то, что показывают возросший военно-промышленный комплекс на его дальнейшую модернизацию, у них нет денег. Поэтому без государственно-патриотических сил, без справедливости, социализма и объединения народа вокруг высших ценностей, которые мы отставили тысячи лет, не будет новых побед. Наша Красная Армия, партии большевиков, коммунисты, советы показали, как решаются эти проблемы в исторически короткое время. Вся эта сволочь мира ненавидит Ленина и Сталина только за то, что из страны распавшейся, находившейся в полуафриканском состоянии, за 20 лет превратили супердержаву в самую образованную, в самую храбрую, в самую мужественную и в самую достойную. Да, те казаки, которых репрессировали, те священники, которых обидели, когда увидели угрозу стране, стали вместе с советской властью, защищая и отстаивая свою державу. Сегодня, в день рождения легендарной Красной Советской Армии, мы должны верить в свою звезду, в свою победу. Для этого у нас есть с вами все необходимое. Да здравствует народ! Да здравствует новой победы! Да здравствует армия народа! Армия-победительница! Ура! 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 Ура!